22 июня. Вся Россия вспоминает тот страшный день 1941 года, когда в 4 утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная война в мировой истории. Фашистская Германия напала на Советский Союз. В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений. Память о тех грозных годах, как и неутихающая скорбь, навсегда останется в сердцах каждого. Несмотря на все тяготы и невзгоды, Россия устояла. На защиту своей страны поднялся весь народ. Пошел добровольцем на фронт и Каспичанин, ветеран Великой Отечественной войны Мусаба Гаудинов. Незадолго до призыва в ряды Красной Армии он потерял двух братьев, которые сложили свои головы в сражении с немецко-фашистскими захватчиками. Сын считается пропавшим без вести на границе Польши и Белоруссии. Второго брата призвали в начале войны. В 1941 году служил оборонный Кавказа по берегу Чорного моря. Под всем направлением он служил там, был ранен. Потом получили извещение, отдал тоже. Ваш сын в городе Сочи в госпитале скончался в 43-м году. Узнав о гибели братьев, 17-летний Мусаба Гаудинов решил подать в районный военкомат заявление о добровольной отправке на фронт. Но его заявление удовлетворить отказались, ссылаясь на юный возраст. Спустя несколько дней он направился в сельсовет и взял там справку, где было указано, что Гаудинов уже является совершеннолетним. С этой справкой я приехал в Махачкалу, призывный пункт. Ну, они мне приняли. Стоял эшелон призывников на вокзале. Где-то 700 призывников. Ну, не полный. На следующий день заполнилось полностью этот эшелон тоже. А мне дали про этого паспорт, военный билет, все. Направили эшелон. Пассажирный мне эшелон переночевал. А на следующий день отправили этот эшелон к призывнику, через Бако, через Тебелицы. Там тогда был, не знаю, сейчас город, город был такой. Остановили там нас, дали нам немножко обучения. Мы же винтовка не видели, не то, что стрелять. Муса Мусаевич служил в мотострелковом полку, который находился недалеко от города Туапсе Краснодарского края. Он с боевыми товарищами сражался с фашистами под Новороссийском, Краснодаром и Ростовом-на-Дону. Как вспоминает ветеран, поначалу воевать было страшно. Голова шла кругом от бесконечных грохотов и вида крови на земле. Но постепенно страх пропал, так как они знали, что сражаются за правое дело, за родину. Ну, конечно, первый раз и страшно было, и боялись, конечно, с вами толкова, истинная война. Стрелять кому-то, и на суде стреляют, и сами стреляют, что-то другое. Ну, несколько раз был ранен, достился в Россию в городе. После излечения он вернулся снова на фронт, где сражался на территории Белоруссии и Украины еще полтора года. Незадолго до Великой Победы Багаудинов получил очередное ранение и был направлен в госпиталь Ростова-на-Дону, где врачи поставили диагноз о том, что Мусе Багаудинову в ближайшее время воевать было противопоказано. В начале 1945 года Мусамусаевич был направлен на малую родину. Меня демобилизовать, хотя я говорю, я не поеду, я здоров, я побуду немножко еще, я здоров, я буду идти на войну до самого Берлина. А команды говорили нас, мы уже, победа за нами, дорогой солдат. Долгожданную победу в Великой Отечественной войне Мусаба Багаудинов отмечал вместе с родителями в Дагестане. Родственники и земляки восхищались его боевым путем и благодарили за победу. Ветеран воспитал восьмерых детей и продолжает воспитывать 37 внуков и 44 правнука. Мусаба Багаудинов награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, а также многочисленными юбилейными медалями. Мусаба Багаудинов